всем привет новое видео новый бложек не было печали парни сломалась меня мойка детали сам спалил сейчас покажу почему стояла она вот здесь и получается рядом с ну тут пока вы в этот самый дрова дрова с гвоздями то есть это бушная и у меня сделал был временно что временно как бы парни то постоянно сделан был насос вот такой это насос от сливной насос от стиральной машинки но он у меня выполнял функцию заливного насоса в эту в мойку получается и здесь вот так вот два провода оголенных вот этих были сделаны ну как я и говорю что временно это постоянно просто-напросто сволочь попался гвоздь и замкнула сам насос вот этот напрямую подключаешь на 220 он работает не работа получается машинка выпадает в ошибку не работает сливной насос который в ней встроен как-то так сейчас попробуем разобраться продиагностировать если нифига то придется сдать в ремонт а сережка а задачу его тут вкручивать шпильки в картера картера это у нас получается с питерских моторов в этот раз отдал на фрезер они мне просто-напросто парни купили себе плоскошлиф и получается сделали оправку и сделали все на плоскошлифовальном поэтому качество ну гораздо лучше чем от фрезера чуть чутенько все вот на этом картере было по моему вот в этой шпильки царапинка и это все убралось с каждого картера снято по десятке и как я и говорил до прошлом видео кто смотрит постоянно то есть выкручиваешь пильки оставляешь также на и гайки вот сейчас не на основе их накручивать и просто вкрутил с фиксатором резьбы джон дир это получается логер джон дировский оригинальный но он подешевле чем лактай хотя у меня и вот так есть он стоят две банки но можно пользоваться вот там какая разница то есть вот тот фиксатор не хуже но вот этот очень накладно такая банка стоит в районе 6000 рублей поэтому очень накладно покупать вактай что пары короче по ходу дело приказала долго жить но я это просто так не оставлю попробую починить собственность это короче грубо говоря выгорели дорожки дорожки и получается что получается она не включает насосы 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 не включая как раз а вот как раз и отгорело видите вот этот провод у нас идет на сливной насос вот у этого коннектора этот коннектор у нас зацепляться отсюда и вот у этого коннектора на пас еще посмотреть по проводам какие куда подходят и куда идут на какой блин обидно обидно досадно ну ладно попробуем или к электронщику связу тут просто надо скорее всего восстановить дорожки ну плату не охота покупать это точно но сейчас загуглю посмотрю сколько конечно плата стоит если там в районе тысячи рублей такие проще на просто плату куплю все серго у меня тут отнимают работу это мотор с с этого сама с белозерска ну потихонечку разбирать потихонечку разбирает выкрутились у его шпильки до шпильки далеко не закручиваю не шайбу лучше подложь маленький шкив стоит так чтобы просто длинные болты и сюда крутить нельзя потому что можно закрутить так был что она придется в основании вот мой ремонт насоса то есть получается затыкнив сюда два провода и получаем дребезжится дребезжит шарахаться на работа туры ладно это я еще раз насос я еще раз просто переберу и посмотрим что там может получится что-нибудь установить а вот сплата я не знаю ну ладно потом как-нибудь следующий божики я вам покажу что я сделал так сейчас буду но на убрать все по всем гаражу раскидал посудомойку сделать надо восстановить другую покупать не охота опять же они хоть и стоят там можно купить до 5000 рублей на этом надо это добить до конца без мойки детали уже не охота работать то есть химия мой от вообще отлично опять же кому нужна химия это завод химик лайф профик химия называется профик ультра м к ссылке оставлю в описании под видео кому надо то работа от сервиса и у кого есть мойки детали под давлением можете заказывать она недорогая она стоит концентрат на 100 литров проспора стоит 2200 рублей но ты точно цену можешь уточните на сайте производителя ладно все занимаемся чем-нибудь снегоходной темы какой у нас у нас получилось канал про посудомоечной машины ну мойка детали пока я ковырялся с этой с машинкой серый уже тут все подготовил даже каприсовочка и по факту этот самый видите как сразу видно это где-то дырка я даже на вкусно коллектор где-то здесь здесь вкусный коллектор не дотянут или или просто напросто прокладки пропускает дотянут все ладно где-то тут слышно прыскать вода не буду мне это наших не надо я и так все понял и сальник уже тоже на грани фантастика на скорее всего может пропускать я не знаю парни вот зачем вы так делаете то есть шайба понимаете то есть она во первых выгнута вот так я не знаю но 150 раз закручена и вот здесь в этом месте она просто вытер то то есть если вот так вот посмотреть то видите сколько там миллиметра нет уже шайбы на стопе и все шайбы такие зачем лет ну видите если плохие шайбы зачем вы их ставите то есть и в головках уже видите как лузы получается как чашки блюдца там это придется был башки на фрезер вести и что одна что вторая одинаково ну вот на этой более-менее вот этот версии более-менее на мои вот это но все равно это направить то есть с такими с такими ямами как бы эти башки не обтянутся настоящий как надо так и не можем одну шайбу вот эту вытащить вообще не шевелится ну естественно и башка ничего никуда не шевелится если начнешь отсюда ковырять отломится у цилиндра вижу мотор полностью разобрали получаем картер просто в идеальном состоянии это картер еще универсал универсал но уже год выпуска у его где-то в районе ну по моим прикидкам это получается где-то 2003 тире 2005 потому что этот картер не надо варить у его вот эти места как я вам уже и до этого показывал вот эти места они скруглены а есть картера универсалы да вот с таким приливом большим квадратным но у их вот в этом месте есть такие вот поднутрения их надо варить аргоном потому что там тоже не там на их не встают четырех канальный цилиндр лучше катара все идеал так это именно картер вот этот именно картер считается универсальный а тот картер как бы получатся ну типа как универсальный но он переходной там только двухканальный цилиндр можно поставить чтобы четырехканально поставить это под аргоновую сварку так картер идеально что эта половинка что эта половинка единственное что его надо будет просверлить но и и и и и наверное запилить под цилиндры но цилиндры на этом моторе стоят китайские то есть на их нет обозначения и на этом нет обозначения если взять оригинальный цилиндр то их с одной стороны рэм с другой номер детали одна пара цилиндров другая пара цилиндров номер детали а тут значка рэм нету вот эта цилиндра на но это тоже оригинальный цилиндр оригинальный цилиндр но это стояли они на моторе сняты с мотора который куплен как деталь вот видите на этом уже есть куплен как деталью вот эти цилиндр но это тоже оригинал две пары цилиндров так дальше продолжаем дефектов коленвал тоже в идеальном состоянии крайне подшипники уже все надо менять это подшипники обычно не с третьим зазором это гпз до получаться то есть обычный 306 подшипник гпз там чем гпз 34 гпз это тоже самое на скорее всего так и получается я так думаю что вот эти крайние подшипники уже менялись менялись потому что стояли сальники кок сальники кок на эти моторы с завода но на такие картера завода не устанавливались потому что их еще не было сальники кок начали устанавливаться где-то с 2010 2010 года плюс минус где-то в этих годах повторяюсь картер же у нас где-то 2003 2005 год то поршни уже стоят китай с фоновым покрытием и поршни называются эти артик по моему если если я не ошибаюсь но если потерять да вот здесь вот здесь написано артик чтобы не врать вам серый подержи-ка камеру маленько сейчас почистим читается название артик артик это китай стифоновым покрытием как как можно видеть и фоново покрытие уже нету это левый поршень это правый поршень правый поршень прихватывала с обоих сторон это обозначает что обозначает что мотор просто перегревали и уже был тепловой прихват досталось короче правом поршню право поршни почти что прилип но в цилиндрах в цилиндрах я не знаю сколько цити цилиндры пережили получается поршней поршней это левый цилиндр у его есть прихваты на вот здесь борозды они ощущаются этим сам на палец ощущается можно нутромером померить но неохота доставать тут и так все видно что они подвизношены переговорим с хозяином не знаю то есть в эти цилиндры нету смысла ставить нового поршни если менять просто нового поршеньки взять такие же чего-нибудь китайская не оригинально и поставить по головкам как и показывал эти головки на фрезер на отдавать поправить и места посадок для гаек ну и все принципе как то то есть мотор еще можно восстановить по работа ну там по бюджету то есть уже будем разговаривать клиентам и будем смотреть по бюджету прошло пару дней собрал мотор который будет установлена вот на этот снегоход установлен так сейчас запрессуем показывать по нему нечего потому что он как бы местный то есть и так я вас уже загрузил этими моторами одни моторы моторы поэтому смысл показывать смысла не вижу показывать так все стрелка устаканилась не стоит давление стоит давление стоит то есть мотор опять же герметичный все собираем навесное сейчас заменим подшипники на стойке охлаждения ставим все на место и устанавливаем его в снегоход нам сделали плату от мойки и как вы можете заметить такая работа качественно мне понравилось то есть никаких этих самых соплей не висит все четенько сделал естественно она он проверить ее не мог поэтому сейчас собираем все и будем тестировать но думаю что работать должно так 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 насос насос тоже переточил втулки это чем втулки по новой готовить ее разбила она стала овальная сделано в . такие вытащил 5 насколько хватит настолько хватит как только разобьет сделаем опять новое потому что там керамика по керамике бронза не работает как-то так в итоге получилось что что получилось вкратце объясню может это электрончики есть кто-то понимает то есть получается цикл запуска мойки какой сначала срабатывает вот этот насос ну то есть здесь должен стоять это сливной насос основной который машинки он сливает потом открываться ну должен стоять электроклапа но у меня стоит насос потом тот насос это заливной вода заливается и в момент включения основного насоса приходит на основной насос не 220 как бы целая фаза да а приходит 50 50 бывает изредка 100 вольт одновременно на основной насос и на тот насос заливной но это я по мультиметру вижу поэтому как то так все а так тен все полностью все программы все переключаться все работа то есть тен срабатывает отключаться тенор ну ролюха щелкать а вот именно чтобы целая фаза приходила на основной насос такого нету поэтому разбираемся обратно только что позвонил мастеру видео как бы то есть он чинит на дому всю машинку ему ввести не надо поэтому снимаем обратно снимаем обратно и везем плату обратно он сказал все вроде как бы понял причину и должен сделать это все манипуляции которая пытались сделать с платой но не получилось точно так же то есть мастер говорит что все должно работать но по факту факту не работает ладно хрен с ними а потом потом покажу что потом сделаю немножко насос переделал сейчас просто-напросто уже все вблизится время к новому году и надо все заказы отдавать а у меня получается еще 6 моторов 6 моторов и сейчас буду разбирать к коробку от стелс викинг получается